У нас давно стоит вопрос, да, я даже подписала здесь ПГТ, да, статуса поселка, да. Мы, там вот прям текстовочку, да, преамбулу я расписала, что таких поселков, как мы, не один. Таких поселков в России больше тысячи, которые строились в советское время как моногорода. То есть где-то был план, да, то есть здесь поставить предприятие. Соответственно, жизнь начинала развиваться вокруг, да, вот, и таких поселков городского типа очень много. Но мы, получается, знаете, попали, тип такого населенного пункта, в какую-то яму. Мы не можем воспользоваться ни программами городской среды, развития городской среды, ни сельской местности, да. Я там расписала конкретно, да, статус у поселков городского типа в квалификации городов один и тот же номер в квалификации. То есть, соответственно, все нормативы, которые к нам применяются, как городу, да. И если идет вот программа, да, у меня нет, программа в 2019 году, вот эту вот, комплексного развития сельских территорий, да, ее запустили, и там в приложении есть конкретная формулировка, да, как рассматриваются поселки городского типа. И там сказано именно про поселки городского типа, что они должны входить в городской округ. Да, такие поселки есть, но мы таким не являемся. На эту статью, вот на самом деле на эту тему, если мы поднимаем интернет, то есть официальные даже статьи, работы по анализу ситуации с этими поселками, а их проблемами и выхода из кризисной ситуации. То есть, целая научная работа написана. И не надо там, просто я заходила и смотрела проблемы развития ПГТ. И там все очень хорошо изъяснено, и что даже в 2020 году в Думе поднимался уже вопрос одним из депутатов пересмотреть статус этих поселков не как городских, а как поселков городского типа, потому что все-таки большее количество жителей, да, инфраструктура есть, но в сельской местности. Тогда эти поселки смогут по этой программе что-то получать, и будут приходить субвенции на развитие. И как один из критериев там сказано, что если этот поселок городского типа остался жить, осталась инфраструктура и сохранил жителей, да, и свое существование, значит, есть потенциал у этих населенных. И просто они попали вот в яму между, и не могут городской средой воспользоваться, и не могут в полной мере, потому что отдалены от города, и не могут программами населения воспользоваться. Вот там просьба именно посодействовать, определить статус поселка, как поселка городского типа в сельской местности, и обратиться в Министерство сельского хозяйства, чтобы поселки городского типа, сельской местности были внесены в эту программу развития сельской местности, чтобы мы хотя бы могли что-то получать, субвенции какие-то на развитие, потому что у нас идут отказы. Вот вы поселок городского типа, все, вам ничего было, и город, вот. Ну, сейчас и этот, по газоснабжению, по фотографии. По газоснабжению, вы знаете, да, то есть, позавчера Росрестов собирал полностью всех, то есть, и газ будут везти, обещают там, и даже в СНТ планируют затащить, хотя вот в Москве я был такой, что вот недавно прилетел, все дачи, все газоснабжения, только ленивый сельский газ не планируют, прям. Ну, у нас инфраструктуры нет для проведения газа, там вот район Тавричанки, да, там, заводского, там еще понятно, там и станцию уже распределительную, мы даже газами не просим. Идет, 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 развитие будет, по сути, ну, сегодня, видите, сложилась такая ситуация, что с учетом санкций, да, то есть, либо китайцы, даже те, кто остался, покупать, и то торгуются, там, по цене ломают, так что, куда его девать, либо собственному народу предлагать, либо, само собой разумеющее, не было бы счастья, да? Так, у нас сейчас вопрос по школе, да? Да, реорганизация. Очередная, очередная. То есть, у нас была школа в Соколовке, нам, первое, это закрытие школы в Соколовке, именной школы, имя школы было передано 10-й школе в центре, школа была закрыта, сказали, что здание будет законсервировано, в нем будет там открыт какой-нибудь центр, то ли спортивный, то ли какой. Здание вы проезжали, здание закрыто. Теперь это только склеп. Там стекла разбитые, да, все дальше. Это, которые белят, прям сейчас, нет? Нет, 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 там белят, наверное, может быть, магазин, не знаю, не проезжали. Там сейчас территория отдана, стоит частный дом, то есть, территория пришкольная, да, там все окна разбиты, еще стоит старый компьютер, можно увидеть, ну, может быть, их уже и вытащили. То есть, полностью полы там, ну, растаскивают, разбирают, и т.д. То есть, здание стоит. То есть, хотела бы ТФ это здание взять, но так как при школьной территории была вода в частные руки, то есть... Это здание на сегодня продано физлицу. Ну, вот получается сейчас, да. Вот еще в том году оно реализовано. Ну, следующие этапы оптимизации, которые приводят у нас к одному и тому же итогу, мы не видим положительных сторон. Это объединение школы номер 10 и школы номер 11 в одно юридическое лицо. Ну, с сокращением административно-управляющего аппарата. Следом за ним потянулись и педработники. То есть, и единицы педработников. Это было в 15-м году, да, объединение? Да, по-моему, в 15-м году. Даже в стадии есть в интернете? Да, у меня все данные были. Жители вышли на митинг, отстаивали, оставили два корпуса с одним управлением. Но, как бы вы сами понимаете, два корпуса с одним управлением – это нечего. С одним директором. Это идет, мы так понимаем, все на федеральном уровне, потому что не одним мы страдаем. Но дело в том, что все это применимо городам, а так как мы находимся, ну, будем говорить, в сельской местности и в тупиковой зоне, то, ну, как бы это ведет просто на просто уничтожение. Вот и все. К оттоку, к очень большому оттоку. В открытую говорилось, что так как в классах была возможность обучать детей в количестве 20-25 человек, семьи еще задерживались здесь, чтобы не везти детей в город в 30 человек и 35. В городах школы-классы переполнены, я общаюсь с коллегами, как бы. Все, там до 40 человек в классе доходят. Вот. Это была какая-то временная, может быть, но задержка людей здесь. Все, соединили два корпуса, начали укреплять количество классов. Все. Люди потянулись из поселка. Это связано опять с тем, что мы городское поселение. Потому что в поселении нормативы по наполнялности классов совершенно другие. И так будем говорить, у нас классы набивают, но по САМПИНам ни эта школа, ни та школа не соответствуют по квадратуре. Там есть объемы на 3,5 метра на одного ученика с учетом расстановки мебели, оборудования и так далее. То есть, если помещать учеников 30, учеников в класс, соответственно, умножаем на 2,5, это 75 квадратов, должна быть классная комната. Таких у нас единицы. То есть, тогда в этом классе должны эти 30 сидеть и не выходить. А учителя приходить к ним. Но у нас классно-кабинетная система, то есть, ученики ходят к учителям. Соответственно, вот берем, допустим, есть классы математики и русского, в котором часто дети занимаются. Он квадратурой, ну, если 50 квадратов есть или 45, и там сидит 32 человека. Подростков, то есть, как бы... У меня сидит 30 человек в классе, по полметра от стен, и через 15 минут урока я лично задыхаюсь. Все. Это невозможно. Дело в том... Что это получается? Опять же, с целью экономии, что вот люди уезжают, нам нужно сокращаться, экономить. Школы тянут много денег, на преображенские школы денег не хватает, нам нужно ужаться. Мы деньги забираем усилать. То есть, либо три класс-комплекта, и три учителя русского, да, три нагрузки, либо два. Соответственно, у учителей забирают нагрузку, которая кладется в основу оплаты за... Ну, зарплаты, да? Просто часов работы, но не от количества обучаемых. Потому что субвенции на детей в городском поселении у нас идут совершенно другие, очень низкие, чем население. И также гарантированная статья оплаты труда. Все образовательные учреждения округа получают 25% сельских, это закреплено законодательством. Мы получаем, ну, судя по всем разговорам, по всей информации из ОСМИ, мы получаем 70% заработной платы, мы имеем разницу с всего в 10 тысяч, это официально было нам объявлено буквально 20 июня на педсовете ЗАФ РАЯНО, и было сказано, что, ну, стимулирующих нет, и я не могу вам их заплатить. То есть мы получаем 70%, мы без стимулирующих. То есть какую-то часть стимулирующих они кинули за достижения по Олимпиадам, остальное вот. Следующий шаг... Ну, вот у нас обращение к прокурору, ко всему, вот и по стимулирующим, и по окладу. На данный момент вот пришел ответ из комиссии по трудовым спорам, или как она называется? Вот. Ну, зависит. Да, инспекция трудовая. У нас оклад 18 060, по краю 20 238. У нас даже оклад заниженный. в районе, потому что, ну, в округе, да, потому что у нас нет субвенций на детей, как сельское поселение, не получается. Сельское поселение получается чуть ли не в полтора раза субвенции больше, как бы не в два, да, под суммом, которая называется. Ну, получается, что-то у нас 30 чем-то, по-моему, да? У нас 38, ну, не 76, да, 70 чем-то. Ну, а так как мы, ну, мы не писали обращение, это то, что мы писали... То, что мы писали, да, в трудовую инспекцию. Это вот ответы, которые мы получили. А прокуратура у нас здесь нету, да? Нет, наверное. Нет, с прокуратуры ответ мы не принесли, с местной прокуратуры. То есть, в зависимости, да, от того, что мы городское поселение, и субвенций не хватает, у нас, естественно, и оклады меньше, чем... А еще плюс нагрузку сокращают, да, то есть нагрузка по закону должна быть 18 часов. И получается, мы балласт в районе, мы тянем все на себя. Поэтому и хотят закрывать, ну, как бы... Субы. Да, и когда, знаете, идут отчеты, сколько у вас в класс комплектов? Начинают говорить, да, сколько? Ой, да что, это там мало осталось. Сейчас вот буквально вчера я смотрела, что да, нормы. Мы все время, знаете, за что закреплялись, что по законам образования должно быть не более 25. Хотя вот в городах... Но буквально в этом году, в силу того, что не успевают строить школы в городе, написано, что Роспотребнадзор отменил это требование, но если не нарушены права и эпидемиологическая обстановка в классе, то и САНПИН по положению количества детей в классе они не отменяют, но 25, не более 20, не более убрали. То есть вот такой момент. И у нас, соответственно, не более 25 больше нет, значит, поехали, объединяемся. То есть, и причем всегда говорится в документах, что с учетом безопасности и комфорта, ну, понятно, да, дети это у нас основной приоритет государства, да, то есть с учетом комфорта и без ущерба получению качества образования, да, объединяя эти корпусы. Ну вот, прямо не перебивая вас, да, то есть в советское время были вот эти СНИПы и ГОСТы разработаны, на основании которых, да, то есть говорил, что определенное количество детей, потому что донесение учителям информации, да, учащегося, да, то есть более 25, это уже теряется качество образования. А у нас сегодня и образование-то не образование, а так себе непонятно. Вот посмотрите, все ведущие страны по советским ГОСКам учатся. А мы по их системе писали. Ну и плюс дети все-таки гидроактивные. Да, поэтому и поднимается речь в статусе поселка, чтобы мы могли хотя бы... Ну, в сельской местности, да, поселок городского типа, да, моногород, да, соглашаемся, что у нас больше 3000, да, потому что, по-моему, в ЗАГС собрании поднимался вопрос, да, о классификации в каком-то году, буквально недавно читала, классификации населенных пунктов, да, мы ПГТ, мы согласны, мы не против, но только мы в сельской местности. Дайте нам возможность вступить в программу, получить... Нет, правильно-правильно, девушки, вы правильно ставите вопрос, прежде всего, это забота о нашем подрастающем поколении, это о ваших детях, о ваших внуках, вы здесь живете, соответственно, вы должны ставить вопрос о качественном обслуживании и образовании, то есть все соответствующее прилагающее. Почему у нас нету бесплатных кружков? В Москве, посмотрите, бесплатные кружки, люди могут себе позволить работать, и под Москвой, и все. С утра привез в школу ребенка в 9 часов, грубо говоря, вечером в 19 забрал. Он там и на продленке, как было раньше, он там и все кружки, и бассейны, все бесплатно. А что мы, приморцы, хуже, там москвичи, ждем вашего решения. И платные группы празднового дня. Вы, вот я вам скажу, девочки, вот мы молодцы прям. В 17-м году, так какая была революция-то? Кастрюльная. Женщины устали от того, что, понимаешь, дети оборванные бегают, семьи голодают. Дали пинка мужикам, понимаешь. И власть поставили. Так что ждем вашего пинка, так сказать. Ну так вот, мы ждем вашего решения. Смотрите, ну, в продолжение того, что вы говорите, вот, допустим, меня как мама, да, все время удивляет, мы с экранов наших телевизоров слышим дети, достояние государства, в конституции записано, там качество образования и так далее. То есть качество образования, мы тут пытаемся на месте, как-то не объединять детей. Но меня поражает другая. Почему посещая бюджетные организации дошкольного образования и школьного, родители должны платить за питание? У нас услугу питания не предоставляет другая частная организация. Повара, кухонные работники, они находятся в штате садов и школ. Почему мы должны платить за продукты? Ну, у нас-то так. У нас есть на местах. Да, у нас есть. Мы продленки, просчитана продленка. Нет, другие города тоже в подоконном выбивают. Ну, мы понимаем, питание же есть у каких-то платных. 1,4. У начальной школы, плюс доплачивает, помогает. И продленка просчитана сейчас нашей администрацией. Ну, а теперь наш моногород с нашим финансовым достатком 5 тысяч семьи. Это один есть. Плюс, если оставлять, то надо... 5 тысяч. 5 тысяч семей на питание. Продленка. 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 Это оплата продленки и еще питание. То есть, когда ребенка могут забрать либо полпятого вечера, либо полшестого, там еще это просматривается по времени. Ну, вот, в пределах 5 тысяч. Да, это в связи, если сейчас пройдет обязательство, если вводить, да, продленка. Опять-таки же, продленку введут как? Мы как ввели вот эти все кружки, факультативы? Мы говорим, вот я возьму 10 человек, на математику 10, мне говорят, нет, ты возьмешь 30. Нет, ты будешь вести весь класс. А какой смысл вообще тогда этих факультативов и кружков? И продленка будет так же. Туда засунут весь класс. Я считаю, что на продленке детей должно быть тоже какое-то ограниченное количество. Не больше 15. Все. Ну, опять же, вот это... Потому что каждый делает разный предмет, с каждым нужно заниматься, педагог один. Куда их там 25 сажать? Нет, у нас норматив сейчас делают 25. И больше. У нас был момент, когда два года назад сверху спустили, что дети должны находиться в школе подольше, там учителя с ними работают, неурочная деятельность. То есть это пошло нагрузкой на учителей, прислали планы, планы работы и так далее. И когда дальше с района, с управления образования начала эта услуга, ну, как, эта информация доходить до мест, сюда, да, то есть было сказано, что все поголовно должны ходить на внеурочные занятия. Не важно, музыкальная школа, спортивная школа обязаны быть. Потому что учителям за это платят зарплаты, что учителя должны весь коллектив обрабатывать. Когда я позвонила в департамент образования края, что я получила от специалистов? Какой ответ? Они сказали, внеурочная деятельность это добровольная, мы же не можем палками загонять учеников. Уроки, да, но внеурочная деятельность, это добровольная. И если он занимается спортом, какой-то музыкой увлекается, то как он может, как, он же не разорвется? Когда я донесла до управления образованием Лазовского округа этот вопрос, сразу поют, да, конечно, так, вы что, спорт-музыкалка, а говорила, что в спорткомплексе нет лицензии на преподавание, в музыкальной школе нет лицензии, не могут, не имеют права только к нам, только к нам. А потом оказалось, можно. Все нормально. И тогда количество, знаете, уже стали на внеурочку ходить, кто-то музыкалка в это время из класса, а кто-то к учителю. И тогда более-менее сбалансирован, было уже на внеурочке не 30, там плюс, там, ходили те, как говорится, были заняты дети, но если они имеют параллельную занятость музыкальной, то есть им не надо было бежать с моей головы или отказываться от музыкалки идти. То есть, понимаете, вот так мы решаем вопросы здесь. Ну и последний вопрос по школе, это, наверное, завершающая реорганизация, которая сейчас идет, это слияние в образовательный центр оставшегося корпуса садика, один корпус на БАМе, который закрыли в жилом доме на первом этаже под предлогом ремонта, этот корпус остался вот в центре и два корпуса школы в образовательный центр. Ну это понятно, что опять с укрупнением классов и, скорее всего, с закрытием этого корпуса. Почему-то нам это скажется. Потому что сколько год в течение года объединение садика и в течение года закрыли этот садик, да? Вот, да, вот этот год как мы удержим людей здесь, как мы удержим здесь по рождаемости, да, то есть и по факту продолжительности жизни, качеству жизни, а ведь условия-то не создаются. Все только ухудшается, все только ухудшается. Мы понимаем... Рабочие места не создаются совсем и мы теряем штатные единицы с каждой реорганизацией, оптимизацией, со всеми вот этими экономическими какими-то шагами в целях экономии. Я ничего не понимаю как математик. Мы не удержим здесь людей. Мы скоро дойдем до двух тысяч населения. Просто останутся пенсионеры, которым просто ехать некуда, так как приобрести жилье в других, извините, административных единицах они уже не в силах, а в свое время этого не сделают. Вот эта проблематика, вы прям научные труды написаны и печатались люди научных и знаниях, наука и жизни, прям изучение того, что происходит вот с ПГТ и что да, вот депрессивная ситуация, отток, это катастрофическая проблема ПГТ, и которые имеют статус города, применяются к ним вот эти нормативы, но при этом это будет продолжаться, если не изменить отношение к ним. Мы не угонимся. У нас люди, мы же не заставим людей, да, они понимают, что жизнь есть лучше в городах, приятнее, комфортнее, интереснее. И молодые люди редко, когда сюда возвращаются, некоторые, когда уже один, второй ребенок есть, и думают, ну, наверное, удобнее жить здесь. Отток идет, и мы его, как бы мы не становились в груди, мы их не остановим. Это процесс, который отчасти связан и завязан на рыночные какие-то инструменты и конкуренцию, потому что сейчас нет центрального управления, сейчас идет конкуренция. То есть есть предприятие, оно имеет частную, как говорится, сегмент управления, да, и компенсирующие, мы даже боимся, что это предприятие может уйти, и не создаются в таких поселках компенсирующие промышленные какие-то мощности, что при случае, если градообразующая вдруг, ну, оно же в частных руках, да, решит уйти, то людям, люди останутся без работы, понимаете. Вот эта проблема, на самом деле, я почему говорю про научные труды, там очень много в интернете публично, да, нет, конечно, работ, то есть, которые надо поднимать и что завязано вот на эти моменты. Это вот, главе вашего поселения надо выдать такой научный труд, главе района выдать, понимаешь, Олегу Николаевичу отправить, чтобы изучали, так сказать. они здесь были, они здесь были, Олег Николаевич приезжал, они раз были в школе, беседовали мы, и вот сейчас подали на капитальный ремонт, то есть, как мы говорим, такое ощущение, что район просто вот нас игнорирует. В 15-м году, когда произошла первая реорганизация, Краева, Краева, делала смету на капитальный ремонт, тут все написано, но по каким-то причинам мы опять не вошли, и с 15-го года мы не можем никак войти, ремонт делается по остаточному принципу, то есть, у вас будет капремонт, поэтому, что мы здесь будем что-то делать. Это Олег Николаевич сказал. Нет, это управление образования нашего района относится так ко второму корпусу школы. Нас спасло только, наверное, волевое решение директора поставить хорошую пожарную сигнализацию. Если бы пожарная сигнализация на втором корпусе не стояла и не соответствовала нормам, я думаю, что это была одна из первых причин закрытия второго корпуса по несоответствующим нормам, чтобы дети могли учиться. И мы постоянно вот с 16-го года Марьяна Эдуардовна, когда у нас будет ремонт? Вот-вот-вот, через два года мы зайдем в программу краевую. Мы ждем два года. Приходит 21-й. Ну что, Марьяна Эдуардовна, как наши дела? Нам же есть чем заняться. Тут такое ощущение, что нам делать нечего. А давайте, Марьяна Эдуардовна, мы с вами пообщаемся. Вот 21-й год, прошло два года. Мы приходим, говорим, ну что, Марьяна Эдуардовна, да-да-да-да, конечно-конечно, вот сейчас вот будет. Мы прошли, получили экспертную оценку, что да, здание пригодно для ремонта и последующего, ну то есть для обучения и ремонта, да, можно делать как ремонт, износ не столь сильный, как на внешний взгляд. Да, конечно, вот сейчас мы сделаем смету, вот сейчас, сейчас и мы войдем. Даже на год Олегу Николаевичу были официальные запросы, ответ, что да, конечно, ремонт начнется в 24-м году. На данный момент с третьей попытки пройдена почти госэкспертиза, то есть мы, каким, не знаю, мне тоже неприятно, потому что это отчасти завязано с нашими фамилиями, да, что мы вот это вот постоянно настаиваем, вот они замучили, мы, наверное, вынудили или очень упросили сделать дефектовку, да, там, ну с коэффициентом пересчитать на свежие цены, подать на госэкспертизу, причем у нас было три отказа. И на данный момент у нас есть неокончательное заключение госэкспертизы, потому что есть пометочка, которую надо исправить. Сейчас документы отправлены, и мы надеемся, что до 15 июля документы будут получены, потому что, судя по словам управления образования, что до 15 июля можно зайти в программу капремонта и притянуть федеральные деньги. Я не прошу... Подождите, подождите. Товарищ Вишустин дал полностью указания, по крайней мере, губернатору, то есть отремонтировать все школы в Приморском крае. Нет, ставьте палки в колеса, все мы не можем... Мы гарантируем, что гарантируем, выделим деньги, когда вы дадите нам госэкспертизу, но у нас денег так... Но мы гарантируем, что мы гарантируем на деньги. Сейчас прозвучали такие слова, такие сопровождающие. Что даже сейчас мы вошли в госэкспертизу, но это еще не факт, что мы выйдем на ремонт того здания. То есть цупим программу опять. Так, в обращении... Это все описано прям поэтапно, вот обращение по школе на Алексея Викторовича и на Александра Геннадьевича. Вы прям шико видите, подписаны. Все. даже сейчас... Там поэтапно все, что мы рассказывали. Даже сейчас, смотрите, я просто прокомментирую, это я была свидетелем. Сейчас к нам приезжала инвентаризация по поводу русской организации. Я находилась во втором корпусе. Пришли люди и говорят, нас постоянно проводят мимо. Провозят мимо, мимо, мимо вашего корпуса. Мы пришли сами. То есть не... Все, подошли. Они прошли по корпусу, их там провели, я с ними не ходила. Они говорят, а где вот это? А где вот это? А где вот это? То есть на это все деньги выделялись. А где новые карты? А этого у вас ничего нет. А где речи на покрытие в спортзале? Понимаете? Ну вот что-то вы знаете, вот устроили, я не знаю, даже вот с этими дорогами, не то, что я смотрю в социальной сети где-то, то есть в Китай, посмотрите, какой объем дорог сейчас сдал. Я не знаю, в чем проблема Олегу Николаевичу пригласить компанию оттуда, они бы и построили и качественную дорогу, и денег бы не украли сто процентов, потому что знают, что воровать это опасно. Понимаешь? Я именно писала Алексею Викторовичу электронное письмо именно о том, чтобы привлечь сюда именно для кладки асфальта именно Китай, так как они делают 30 тысяч асфальтированных дорог в год, 30 тысяч, не 2, не 4 километра, это просто вот смешно. И чтобы он напрямую обратился к Вере Георгиевне Щербине в правительство Приморского края именно вот о привлечении Китая для строительства наших дорог, потому что у нас основная вот это вот, ну, видели сами вот это убогая грунтовка, которая после прохождения первого же дождя, ну, просто вся убитая, да? И опять же Алексей Викторович отправляет Вере Георгиевне, она все это спихивает, спихнула на Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Вот отвечайте, и все. То есть, как-то наши вот письма как бы обходят так вот в этом плане, потому что основная тоже у нас и дорога вот эта, то есть у нас и маршрутизация вот эта вот, это как вообще по такой дороге вообще, кто это вообще возможно придумать, беременную женщину можно довезти, да? И тяжело больного человека с импортом и рисунком. А у вас не один человек у нас? А вы без конца у нас. А статистики-то нет? Нет, нет. Сейчас все молчат и никто не освещает эту проблему. И дело в том, что вот, допустим, когда Лена, да, Макляк пишет у нас письма, да, по роддому, звонят вот наши сотрудники больницы и говорят, вы что там делаете? Это мы закрыли, закройте рты. Значит, надо провернуть, посмотреть, бухгалтерию поднять нашу больничную. Куда уходят деньги? То есть, нам затыкают рот. У нас был роддом, ну, по факту, и я ребенка рожала в нашем роддоме. Так почему бы его замкнуть? Там сделан хороший ремонт. Почему сейчас его вообще не открыть? И привлечь сюда этих необходимых специалистов постоянно палки в колесах. Я просто говорю о том, что я даже вот, ну, населению говорю, говорю, вот у меня, говорю, ребенка здесь нет. Мы вдвоем с мужем. У нас не родители старых, но вас же всех абсолютно это касается. Потому что, если случись вот так вот, ну, ваших же родителей просто не довезут по вот этой вот дороге. Ну, и то благодаря, мы жили, да, сколько, 18 лет, вот этот мост на 55-м километре, не доезжая, чистоводном, то есть он в разрушенном состоянии уже 18 лет. И все никак, ну, простите, но он смешной, он маленький очень. И все, не хватает денег вот на финансирование вот этой вот дороги. Ну, это вообще просто. Просто, понимаете, вот эти программы реорганизации, да, которые имеют формальный подход. То есть есть численность населения, вот на них положено. Вот нам, допустим, КТ, который, Олег Николаевич, ну, так, вроде как было озвучено, не могу 100% комментировать, это что, да, сама не слышала, но люди жили надеждой, что когда пошел ковид, у нас будет КТ. А потом оказалось, что по нормативам количество жителей не подходит, чтобы установить КТ на это количество жителей. Потом, вот допустим, реорганизация медицины, да, вот эти программы, почему они формальны? То есть они берут количество людей, населенные пункты. То есть смотрите, вот мы, допустим, находимся от находки, сами понимаете сколько, сколько находится Ярослава, Ливанова от Москвы? То же самое, примерно расстояние. Асфальтное покрытие. Как можно эти программы маршрутизации пациентов рассматривать вот на такой периферии, когда нет асфальтного покрытия, то есть нормального, подходящего для транспорта. придет штраф. И нас погрузили в таблетку, накололи моего сына наркотиками, проткнув легкое, потому что его дуло. Нас, его накололи наркотиком, причем они не справлялись с его болью. и благодаря водителю, которого уже нет, мы до находки долетели за два с половиной часа. Он сказал, Оля, держись. Положили сына, закрепили, и в бобики вот так. Потому что надо было на операцию. Хорошо, что была тракальная хирургия очень хорошая, что специалисты в находке приняли его сразу, и были хорошие специалисты, они его спасли. Но при этом нас ждало два с половиной часа, три этой дороги. Это быстро. Хотя, это быстро, невзирая не на ямленно, что он просто летел. Нас везли на КТ. Нас везли на КТ. Там в очередь выстраиваются эти машины, скорые, инсультники, и этот коронавирус. Нас везли втроем, чтобы экономить на маршрутизации, нас везли втроем. Мне очень хочется предложить вам сесть в скорую отсюда и доехать на находке. Оптимизацию медицинского с Ольги, с Кавалерова и нас партизан складно, он рядом, там 30 километров асфальт. Всех в находку. Они еще и в очереди там стоят, чтобы пройти КТ. Просто скорые стоят в очереди. А почему бы нам каким-то образом не помочь больнице купить эту КТ? От слова худа-то. Тоже уничтожило, понимаешь, родильный зал дополнительный в находке. То есть на случай какой-то эпидемиологической ситуации с учетом того? Ну да, определенная поскольку. Я приехала в находку, сделали там искусственную почку, которую, так я понял, и не довели, и не работают. Не делают находки искусственные почки. Комиссии, понимаешь, сейчас все у нас платный бывший главврач находки там себе отдельной больничку быстренько сделала и все, платные комиссии, шлеп-шлеп за монетку. Заходишь, психиатр-нарколог тебя даже не осматривает. Не то, что там пришел, подписали, все нормально, живь в дорогах, слава богу, беги. То есть куда делить? А в государственную приходят, да вы идите в частную там продюсию. А мне-то надо, чтобы меня специалист осмотрел, комиссию я прохожу, правильно? Я же должен понимать, а не просто какую-то закорюшку. По медицине надо ставить вопрос действительно. даже про находку. Я приехала на прием в государственную клинику. Это мой комитет, мы опреждали этот вопрос. Проблема одна из тех, что нормативы, которые сейчас применяются, они установлены еще в 2000 году в Министерство федерального здравоохранения. Они морально просто устарели. Этот вопрос поднимался. Надо будет еще раз поднять, чтобы через акции в наш комитет, который мы вышли на федеральный уровень и предложили какие-то нормативы пересмотреть. Потому что реально у нас был недавно отчет УМС по поводу здравоохранения. И многие больницы сейчас Лесозаводские, Дани Реченские, они становятся убыточны по одной из причин, потому что у вас не помню, честно сказать, потому что у них нет определенных аппаратов, потому что КТ, и людей везут в тот же Лесозаводск везут в Арсении. Там очереди огромные, там больница формально прибыльная как бы в кавычках, так сказать, а в Лесозаводске она убыточная, потому что этого аппарата нету, и получается, а поставить его не могут, потому что там старые нормативы. И проблема действительно федеральная, это даже не наша региональная, это федеральная проблема, мы ее обсуждали, как бы, ну, я подрую с коллегами по комитету, может быть, все-таки мы, потому что они тоже согласились, что надо менять нормативы и обращаться в федерал, потому что как бы, ну, без изменения этих мотивов наше министерство тоже не может ничего сделать. личный пример, смотрите, у нас маршрутизация МРТ, МРТ-эксперт, да, по полису, да, мне нужно пройти МРТ, я позвонила, знаете, какой ответ на прямой линии, запись закончена до 20 августа, вот, то есть, жители поселка до 20 августа, но там находки, да? Нет, в Владивостоке, МРТ-эксперт на пограничные, то есть, куда, это единственное, куда мы по полису можем на МРТ пойти бесплатно. То есть, МРТ, я ходила в больницу, спрашиваю, вот ваши проблемы, скажите, мы пойдем навстречу, что отлучить? И вот предлагаю им, раз Кавалерово везли, Ольгу везли сюда, но неужели эти 80 километров не могут на КТ их сюда привезти? Весь район будут сюда возить на КТ. Дальше, КТ нужно инсультникам, которые вот, вот случился приступ, нужно подтвердить. Вот оно, под боком КТ, если для поселковых, для Киевки, вот 20 километров, или в находку, или вот 20 километров. Да, но у нас нет 20 миллионов на аппарат КТ. Тут дело даже не позитивное, я говорю, это нормативы просто. Даже мы уже пошли, пришли к тому с ними, что они сказали, ну нужен рентгенолог, стоп, ну а рентгенолог же может работать удаленно. У нас же есть интернет, он получил эти снимки по интернету с аппарата, описал их, тут же отправил назад. Все, дело буквально, ну 30 минут. У нас как-то выходит в больнице и ситуация в том, что если нет специалиста, скорой лечить будут, как картошки, да, ну вот по скорой, да, вот у меня проблемы были с женщиной, за которой я присматриваю, да, ее привезла, сделали ЭКГ, и отправили, ну это опять же по скорой, там, фельдшер на своем телефоне отправила кардиологу в находку, да, там, вот посмотрите, вот так у нас скорая, как-то хотя бы связывается с специалистами, вот по телефону ЭКГ, ну точно, вечер. Я не знаю, певчата, вам при жизни можно памятник не ставить, потому что, ну, заботитесь, а еще знаете, какая проблема, обо всех остальных тоже, даже о чиновничьем аппарате, который здесь проживает. Да, мы с Кутину, предыдущему главврачу, он все ходил, он с Кученко, да, как раз была такая ситуация, когда Кученко приехала сюда, я пришла, набрала смело себя, проблема поселка, он говорит, ну что вы подошли, ну давайте с вами, я ждала Кученко, она главврачу сказала, у меня в планах встречи с жителями поселка, преображения не было, в Лазу было, здесь нет, я говорю, ну хорошо, давайте вот с вами, говорю, вы привозите сюда семью, двое деток, да, вот летний сезон, у нас очень много туристов, а хирург уходит в отпуск, а подменного хирурга нет, вы оставляете поселок без хирургической помощи, у нас же отдых специфический, кто-то ходит на драконов, кто-то еще куда-то, упал, ногу сломал, руку сломал, хирурга нет, и ребенок, человека собирают, как бы, ну, пока он здесь, да, он работает, но он уходит в отпуск, подменного нет, далее, у нас была ситуация, когда хирург должен был по зову сердца, и, как говорится, клятву Гиппократа сделать операцию на месте, да, там аппендицит и черепно-мозговая, ну, он сделал, но потом оштрафовали больницу, потому что у больницы не было лицензии на оказание вот такого вида экстремного кабинета, лицензированного кабинета экстренной хирургической помощи, оштрафовали, то есть порой даже хирург не берет, потому что лицензии у больницы нет, нас накажут, лишний раз вызвать санавиацию нельзя, больницу накажут, денежкой, мы предлагаем, закрыли роддом, но даже есть специальный, знаете, когда, мы очень молились, когда в прошлом году туристы под чистоводным улетели, там, к сожалению, ребенок погиб, у нас грунтовая дорога, на которой городские жители не знают, как водить, они идут по щебенке на полной скорости, и их сносят с дороги, машина семьи перевернулась, причем там была женщина, мама сама, она врач, реаниматолог, да, с находки, они под чистоводным, вот как раз на этом спуске ушли, машина перевернулась, мы тут всем поселком встречали эту санавиацию, что хотя бы им ее дали, чтобы мальчика достали, но не получилось, нет, ну я знаю, сколько они нам приходили, я читал саначальник этой, ну, санавиацию, санавиацию там частная компания, не помню, где она базируется, но они, вертолеты летают, есть у них два вертолета, по-моему, как я знаю, вот именно вертолет, ну, и вот, взамен, смотрите, закрыли родильное отделение, на первом этаже, мы говорим, а давайте вы откроете палеоактивную медицину, отделение, люди, у которых есть родственники лежачие, им надо отдыхать, морально, ну, хотя бы 10 дней, ну, забирайте вы, у нас нет на это лицензии, я говорю, давайте мы попросим денег на лицензию, на этот вид деятельности, ну, нужно людям давать отдыхать, да, мы понимаем, что это их родственники, это их святая обязанность, но человек так устроен, это же человеческий фактор, у нас нет лицензии, палеоактивную медицину, нам никто не подтвердит, нам не откроют это отделение, то есть мы уже даже предлагаем какие-то выходы из положения, потому что нет ни анатолога, нет детского анестезиолога, нет запаса крови, ничего нет, поэтому роддом, да, экстренная койка есть, на случай вдруг экстренных ротов, вот прям вот началось и все, а остальное как-то у роддома нет, нет, не будет, специалистов нет. В ответах-то пишут, что все есть, нет, койка не стоит, у вас роддом-то работает на полную катушку, рождаемости просто нету, никто не хочет рожать, как они пишут, все в город, все в город в месяц там лежат, пока не родят. А то и гостиницу снимают. Да, там была, она снимала две недели гостиницу, ее привезли в роддом, она сказала, я домой не поеду. За свой счет? За свой счет. Вот надо было претензии, наверное, министерство здравоохранения выставить, чтобы компенсировали, что это такое? Просто, допустим, смотрите, люди немножко не это, формальный подход, ну, люди у нас... У нас даже суд в лозок, понимаете, что приехать на суд, нам нужно туда, и туда ездить. То есть своего судебного участка везде? Нет, у нас есть мировой. У нас мировой, то есть если вот у меня по аварии, мне пришлось ездить туда. Ну, это правильно, там районные. Ну да, а выездных заседаний у нас нет. То есть когда у меня было куча свидетелей, да, людей было очень много. И если бы я не пошла на, ну, ну, скажем так, медиация произошла с нарушителем, виновником аварии, потому что если бы я пошла на судебное совещание, то мне бы пришлось всех свидетелей таскать в лозок. То есть никто не согласился сюда выехать на совещание. То есть у нас, ну, как бы по возможности есть, нотариус приезжает, как-то еще вот, как-то идет навстречу район, выкручиваемся, но если взять вот ни нотариуса, ни суда, ни с того, все в лозок. Там же там в Азовском районе. все активизируется. Административные вообще вроде с Буденовки приезжают по административным делам. Вот это не знаю. Мы не знаем. То есть как же он попит? А ответ по административному делу, да, мне пришел с Владимира Александровского. И вот, понимаете, формальный подход, да? Полиция активизируется. Даже вот я думаю, стоит поднять вопрос по людям, вот допустим, не знаю, насколько сейчас, да, когда был ковид, было послабление по получению инвалидности, да? Сейчас я знаю, что у нас есть женщина, у которой мама, ну, у нее ампутация ноги, ее заставляют подтвердить грубую инвалидность. Но у меня, допустим, я имею на руках 86-летнюю бабушку, слепую. А когда я говорю, что она слепая, да, начинаю говорить, что мне в находке, да, что у нас есть окулис, может быть, сделаем заключение здесь, потому что, ну, это же специалист, вы же по его заключениям оплачиваете ФОМС, да, то есть то, что она проводит лечение, да, к нам приезжает окулис, находки, то есть постоянного нет, у нас очереди такие ужасные, благо, что приезжает, все терпят, все идут. И когда я говорю, может быть, взять заключение этого специалиста, его достаточно будет для ФТЭКа, да, нет, говорят, везите бабушку подтверждать, не повезу я ее по этой дороге, я ее дальше с околовки не отвезу, поэтому не могу получить по уходу за инвалидом первой группы, потому что, ну, зачем? Ну, да, вот вы обращали его. Ну, там этого нет, я просто вам говорю, что даже вот в ФТЭК вот такие моменты, вот настолько много формального подхода по медицине, а скорые наши, да сколько бы нам не давали скорых по такой дороге, да они сыпь, отца, фельдшерские бригады, у нас фельдшеры, вот смотрите, вот это маршрутизация, у нас бывает порой, что наша бригада скорой помощи уезжает чисто водная, заповедная, даже в Беневское закрывают за 50 километров, то есть они оставляют поселок без предоставления экстренной помощи, то есть вот уехала бригада, ждите, когда они там в чистоводном приехали, а в чистоводном вроде как есть планы восстановить лечебницу, соответственно, это будет больше людей, ну там это больница, да, но у нас есть и туристы, которые, если что-то случилось, они куда будут звонить, на скорую, так же, и вот поехала бригада, ни сменного фельдшера, ни дежурного врача, то есть сменной бригады нет, а я столкнулась вот недавно, это по скорой, да, когда я звоню, говорит, пожилой женщине, вот к которой ухожу, ей стало плохо, она звонит на скорую, говорит, а бригад нет, к вам никто не выйдет, бригад нет, фельдшеров нет, бригад нет, все. Ужас какой, и ты понимаешь, что ты остался один. Мы сами лечим, но потом, если можешь, там стабилизируйте, вот выпейте то-то, приедьте на скорую, сделаем ЭКГ, ну то есть, понимаете, у нас даже вот так есть, у нас фельдшеров, вот просто, они если что-то, они вообще у нас героини, девчонки, потому что в ковид, они на смене, и тут же транспортируют, тут же опять на смену выходят, но они же не железные, у нас нет эффекта, вот на удаление, подмены врачей, взаимозаменяемости, ну то есть, и вот эта вот система оптимизации, реорганизации, она хорошо, наверное, работает в рамках городских округов, когда идет периферия, ну это не работает, понимаете, это не наша только проблема, это проблема всей России, ну, сегодня, вы знаете, да, и, наверное, все читаете, что и Министерство обороны чистят, сегодня также все силовые структуры, начали с Росгвардии, да, почистят, и дальше будет по не спадающей, то есть, однозначно, чистка будет проведена, все факты выявлены, так сказать, всех тех, кто причастен к вот этому развалу, да, потому что, ну, президент говорит о том, что люди у нас получают по 200 тысяч, везде, да, да, а на самом деле, 20, значит, кто-то в блуд вводит президента? Ну, потому что предоставляют такую статистику, ну, конечно, ну, что это? Ну, так же, как взять, мы сельское поселение, мы получаем, мы находимся в сельском, округе, да, в сельской инвестиции, мы получаем школы, одно, сельская местность получает другое, ну, как говорится, официально озвучено, что разница средней заработной плате 10 тысяч, они получают, средняя у них 64, у нас 54 по школе, потому, плюс мы без премиальных, нам стимулирующие не дают, это не подтвержденный законом, этот шаг в уплате, это средняя, то есть, естественно, есть люди, которые получают меньше, ну, это, казалось бы, вот мы ехали, у вас такие красоты, такая бухта, кто-то в СМИ сказал, жемчужина туристическая, абсолютно, тут можно сказать, причем люди, доходнейший бизнес, я не знаю, ну, что, бестолковка не работает, а вы загляните на публичную карту, у нас все разобрано, мы это все разобрано, мы понахапали, чтобы потом перепродать, понимаешь, жулье это, а мы когда просим, по две яхты тут прячут, когда президент пролетает, вот здесь, вот, на передающем, есть к морю выход, можно как вариант, вот там на побережье, ну, лагерь наш утонул, Лаен-Рок, Хинамор, убили инфраструктуру, которая держалась в советское время 30 лет, ну, вот, ну, всплыл лагерь, мы говорим, ну, давайте все закрыли, территория продана, давайте тогда другой, ну, возможности, там приезжали, с партизанской, даже с детдома, с других районов, детей привозили, есть на побережье, там участочек, нельзя, он под гектаром, другой, говорит, девочка, в заповедном, там вроде как есть территория, где тоже можно, на берегу-то дают, ну, там, на берегу, там, ну, просто, на свыше, там, 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 отступлено, все продать, причем, этот, продают вот эти гектары, чтобы люди потом могли перепродать, тем же китайцам, они и так, но раньше, видите, было требование, что если 5 лет нет хозяйственной деятельности, на освоение гектара, то гектар забирали, сейчас по новым нормам, если за 5 лет, новый, не успел подать заявочку, подтвердиться, что да, да, гектар мой, то если не успевают в сроке, тогда забирают, а если успели, подали заявочку, он еще 5 лет постоит, и еще 5 лет постоит, главное продлевать заявку, подтверждать, что ты сделал заявку на этот гектар, и он числится за, там, надо в этот момент поднимать, да, смотрите, территория опережающего развития, скажите, пожалуйста, это для чего они делаются, чтобы приезжать, это нет, финансы, что, вы понимаете, на территории ТОРа, территории опережающего социально-экономического развития, для, как он, там налоговые льготы, звучит, нет, налоговые льготы, хорошо, если, к примеру, кто он идет в территорию опережающего, кто он агент, или кто он, кто он, ну, заходит агент, наверное, который заявляет, нет, нет, короче, человек пришел со своим бизнесом, в территорию опережающего социально-экономического развития, он с какой-нибудь там, я не знаю, страны, забумба-бумба, у них поедание людей, это норма жизни, вот если он здесь будет поедать людей, к нему, мы не можем предъявить, ничего, поэтому это в первую очередь вражеские какие-то, которые это надо закрывать, мысль какой вкладывать сюда какие-то иностранные деньги, там еще что-то, что у нас денег стоит, надо прекратить воровать, понимаешь, с газа, с нефти, почему это принадлежит? надо брать пример на Китае, как там все действует, расстреливали этих чиновников, ну, знаете, мы как туристы, мы наблюдали даже это изменение за 6 лет, были в 11-м году, и в 17-м, в 11-м году в Хунчунии была только железная одноколейная дорога до Пекина и так далее, в 17-м году скоростной поезд через 36 там или в Скавах, мы сделали только на тот момент один в земле Леопардов, причем сопутствующие автомобильные дороги и так далее, то есть, да, страна развивается, и у нас граница, вот мне тоже, знаете, вот этот вопрос, да, честно сказать, вот когда, по телевизору показывали, что в Амурской области, когда туристы не могли пересечь, да, но это, честно говоря, неуважение, да, к людям, то есть, они стояли на китайской стороне, не могли переехать по мосту, который для, там, торговых перевозок, да, ну вот отношение к нашим людям, да, и если мы посмотрим на границу, да, как она выглядит, в Китае заезжаешь, город Сан, то есть, картинка китайской стороны какая? Да, конечно, я думал, что в городе. И из нашего ангара выходя, ты понимаешь? Просто ездила воруя, ездила воруя. Нет, там сутки я уже был, да, в Китае, там прям этаж, сутки шлепают. Просто такое ощущение, что у нас уже все на уничтожение. На уничтожение, развал, да, то есть, нигде ничего в этой семье не было. Все только сплошно. да, понимаете, да, но это именно конкретно претензии по ЖКФ. Вот, да, да. О, у нас проблема в этом одна из самых, то есть там тротуары, все это, и закрывающиеся отчистные, да, в этом году объявлен год, чего? Семьи. Год семьи, а еще Волгу почему? программы экологические по Волге идут. Год воды. Ну, год воды, наверное, речной. А у нас, вот, пожалуйста, прибрежные пляжи. Масхотянная. Да, прибрежные пляжи, речки, в которых водится нерестовая рыба, в том числе и красная рыба, породы нерестовых рыб. А у нас, на побережье, да, то есть, грубо говоря, открываются отчистные станции. Фотографии, если вы входите, вот здесь вот, прям проиллюстрировали. Часные станции мне прислали, вот, сегодня будет опубликовано, вот, во всех имеющихся нас ресурсах, почетным, на основании, вот, вашего документа, то есть, сегодня, все, все у нас нерентабельно. Мне прислали, отведу урожь. Они рентабельно лишь для того, чтобы продать потом за копейки, как с этой школой поступили, и территорию в частные руки. Хотя, что тут такого? Не можешь построить новое, отремонтируй это. Так мы просим привезти федеральные деньги, не из местного бюджета, федеральные. Ну, пройдите эти этапы, шаги, вы же компенсируете. Лёша, для чего они за плату получили? Да, когда мы просили, я звонила в департамент, который занимается проектом, может, конечно, там кто-то недостоверно совсем, как Марина Берна сказала, что они не совсем корректную информацию говорят, но есть программы развития ОМОНа городов, в которых что-то можно сделать в рамках бюджета краевого. Но мы, оказывается, не можем. Да, есть, конечно. Нас нет ни в одной программе, от слова совсем не в этом. В партизанском районе. Но сейчас могу, извините, я могу, конечно, сказать, да, плюс в работе нашей администрации, что стали привлекать жителей, участвовать в ТОСах, инициативное бюджетирование, молодежный бюджет, но это, понимаете, с участием жителей. Жители инструмент. То есть мы, как бы, хотим со стороны района тоже видеть каких-то действий, потому что, когда начинаешь, вода не их, отопление не их, мусор не их, все не их, что остается? Муниципальное имущество и благоустройство, да? По которому у нас, конечно же, вот такие предприятия. Ну, полтора года мне назад было отвечено, что подавать горячую воду в систему горячего водоснабжения с 15 мая по 15 октября нерентабельны. И все, да. Нет таких планов, одни ответы, и все, мы нерентабельны. Мы по полу года без горячей воды имеем систему горячего водоснабжения. Смотри, у нас с тобой поступки, понимаешь, это обращение. И обращение у нас по факту не с 15 октября, а с 1 октября, хотя бы мы получаем. Ну, мы уже по прямотеплу, да, это уже, да. Не, ну, прямотепло тоже, да, жулье там, жулье еще то, прям надо с ними разбираться жестко и конкретно. Ну, вот мы к вам. Ну, хорошо, информация. Но обращение, которые у нас тут не надо, да, это надо обращение, вот скажите, по заплате мы не писали ничего, по оплату мы не писали. А вы не обращались? Куда? Ваши профсоюзы, я так понимаю. Нет, у нас профсоюзы не состоят, да. У нас профсоюзы образовательных организаций в районе нет совсем.